всем привет дорогие друзья как вы думаете где мы а мы в анталии и отправляемся в демре сами не знаем что нас ждет в этой дороге а вы следуйте за спустя два часа мы приехали на автовокзал в аланию и в анталию и зала не и сейчас вот на таком мини буси отправляемся в демре также в этом путешествие мы поедем каш и фатару кумлуджу мы были раньше поэтому смотрите видео в описании к этому видео есть ссылки на наше путешествие в кумлуджу ну а вот на таком автобусе вы можете уехать в ближайшие регионы на автобусе с аланьи до анталии подорожали стали 25 лет когда я приехала в турцию 7 лет назад стоили они всего 14 мы отправляемся гости к нашим друзьям также по работе и посетим вместе с вами еще и кемер и отправимся на морском автобусе до алании поэтому присоединяйтесь к нам думаешь очень интересно спустя два часа мы приехали даже не знаю где мы недалеко от кумлуджа и здесь берем на такой вот импровизированной станции в кафе берем если мы в общем он стоит они здесь восемь лир мы с их она берем с картошечкой прошло два часа еще целый час нам ехать до очень устали вместо того чтобы уехать в десять утра мы уехали в три дня и вместо чтобы приехать в демре в три дня мы окажемся там только 8 мяч кстати если вы хотите посмотреть предыдущие видео из нашей поездки обязательно смотрите видео в конце друзья настолько устал что у меня уже язык заплетается в описании к этому видео ссылки на все видео из нашей предыдущей поездки к нашим друзьям но сейчас берем везли мы и будем кушать очень вкусные везли мы стоит кстати 8 лет особенно на голодный желудок чекали мы голодные как не знаю кто перекусываем общем без ли мы а вечером уже и чуть позже познакомим вас с нашими друзьями и пойдем ужинать какой-нибудь классное место ну что дорогие друзья вот так вот быстро наступило утро не обращайте внимание на мой бардак на голове потому что мы недавно проснулись ну и мы сейчас находимся в городе демре с нашими друзьями шерифы и и детишками и друга моих она ли я вас познакомлю чуть позже но многие из вас уже с ними знакомы по видео этого года когда мы как не приезжали в январе а сейчас мы отправляемся с их нам в кемер у нас там есть кое-какие дела не заодно прокатимся с вами на морском автобусе из кемера в анталью поэтому приглашаем вас вместе с нами будет очень интересно ну и конечно же кто не подписан на наш канал подписывайтесь потому что в следующем видео увидите как живет молодая семья в турции с двумя маленькими вот так вот выглядит автовокзал в городе дмр небольшой маленький автовокзальчик но все очень красиво чисто рядом магазин шок кафе магазинчики и сюда приходит автобус и как вы думаете друзья наши планы поменялись пять минут назад мы ехали в кемер а сейчас а сейчас мы едем в комнате потому что вы должны были быть в кемере по делам но человек не успевает и наши дела перенеслись на воскресенье поэтому мы сейчас пьем чай ждем автобус едем в кум луджа для того чтобы тоже сходить в одно место по делам а видео из кум луджа мы снимали раньше смотрите в описании здесь днем йога здесь жарко но нет влажности поэтому более или менее а вот наш автобус вот такие вот маленькие автобусе ки здесь ходят между городами и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 первый раз посмотрим на небольшой городок вот эхан встретил уже друзей здесь живет всего 30 тысяч человек представляет приехать в демры из алании ну и конечно же из анталии вы можете вместе с туром всеми вами любимая компания tiburona tours продает эти туры поэтому смотрите ссылку в описании ну или конечно же своим ходом на машине на автобусе как я уже говорила я вам советую выбраться сюда хотя бы на пару дней это будет одно из самых интересных и красивых приключений и путешествий во время пребывания в алании я думаю что это абсолютно точно как я уже говорила в демры и в в кум луджа очень развито сельское хозяйство и здесь продают огромное количество удобрений ростков в общем кто занимается сельским хозяйством знает что это такое видите помидоры семена в общем большое количество всего для того чтобы работать на земле с айханом решили взять вот такое мороженое я беру лимон и киви натуральное мороженое можно взять айхан сам ангел вирсу суть ли человек веков айхан берет клубнику молочная он такой вот мороженое стоит 3 лире а вы знали что сорт вот таких вот помидор называется пембе пантер что значит розовая пантера перчики корай f1 помидорчики сейд f1 манчев f1 а еще из демирос кулькой в общем друзья здесь продается очень много саженцев семян мы конечно же удобрений самый центр города демры отсюда можно уехать в античный город мира куда мы поедем города были вот таким вот образом и в самом центре города демры находится церковь святого николая входной билет сюда стоит 20 лишь и я разворачиваю камеру и показываю вам как она выглядит чтобы вы смотрели вместе с нами конечно же это церковь говорят что она была построена в по моему шестом веке сейчас мы снова с вами увидим а святой николай родился двести сорок первом году да друзья здесь даже есть информация на русском согласно истории святой николай родился в десяти сорок пятом году в городе потара недалеко от демре и таким образом городами получил свою широкую известность благодаря тому что здесь находится церковь святого николая чудотворцы и она считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры византийской архитектуры на востоке церковь была построена в начале 6 века на месте древнего храма богини артемиды вот мы с вами сейчас уже заходим непосредственно в саму церковь несмотря на свой древний возраст церковь прекрасно сохранилась и в ней имеются многочисленные настенные фрески и росписи 11 11 12 веков пол вымощен здесь интересной мозаикой вот я вам показываю интересная мозаика из разных видов камня и считается что эта мозаика была уже в древнем храме до того как николай чудотворец пришел в демре алтарная часть храма тоже очень хорошо сохранилась где имеется древняя мозаика очень необычно для христианского храма увидеть на стенах карточные масти и как объяснял гид это известная христианская символика которая далее стала использоваться в картах в общем друзья храм очень большой я рассказала вам только малую часть истории этого храма если вас заинтересует вы можете не только почитать историю но и находясь на в отпуске в аланье или где-то близко с аланьей приехать в этот храм на экскурсию ощущение конечно здесь просто невероятные представьте храм был построен в шестом веке очень красиво и очень атмосферно спокойно несмотря на то что ходит здесь много народу не и вот непосредственно эти фрески про которые я вам раньше рассказывала фрески 12 11 12 веков которые до сих пор остались в этой крепости но вот так вот церковь выглядела выглядит снаружи конечно же она была много раз отреставрирована много раз ее перестраивали но скорее всего вот эти вот старые стены которые мы видим это непосредственно стены оставшиеся еще с начала с того когда эта церковь была построена очень интересная архитектура этого храма конечно но как я уже говорил он был много раз отреставрирован перестроен поэтому от древних стен вот вы видите даже до яркая яркий пример тому что старая кладка дальше идет новая кладка и конечно же все уже вот это вот заделано бетоном но вот эти вот резьба по камню скорее всего осталось из тех времен к сожалению здесь очень мало указателей и нужно брать вот такой вот аудиогид и вот это вот резьба мраморная по мрамору конечно же осталось с тех времен и на входе в кран стоит скульптура святого николая скульптора потоцкого и видимо вот эту вот часть люди наверное трогают натирают скорее всего на удачу общем кто знает кто был на этой экскурсии обязательно напишите но я думаю что как всегда на удачу конечно же друзья святой николай стал прародителем кого санта-клауса до санта-клауса и деда мороза в городе демли есть еще посреди города большая скульптура санта-клауса мы ее тоже постараемся а вот еще одна фигура святого николая он рядом с детьми и за его спиной есть мешок с подарками ну а вот так вот выглядит центральная площадь где много сувенирных лавочек фонтан в общем все красиво интересно обустроена а также недалеко от церкви святого николая чудотворца есть улица новая улица которая была названа в честь андрея карлова посла в анкаре который был убит 1000 в 2016 году 20 декабря 2016 года ему присвоено звание героя россии и вот это вот красивая улица городе демри была создана в честь него вот такой вот интересное разлоплановое видео друзья у нас получилось надеюсь вам понравилось на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего приезжайте в демре в алань и в анталию всем всего хорошего пока пока